друзья привет привет надеюсь у вас все хорошо мы дошли наконец-то до утепления нашего прицепа это был не легкий путь но мы его проделали и мы сейчас на стадии утепления в общем для утепления рассматривались разные варианты пеноплат стекловата не знаю там рокфуль да которые тоже это из каменная вата тяжелая да но в итоге мы нашли каждый русский знает что это конопля здравствуй бабушкин дом называется один из причин почему выбрали коноплю это и экологическая в общем составляющая экологически чистый продукт как то вы видите я могу в общем безопасно ослабо мацать ее руками на качестве рассыпается немножко но от того что мы вдыхаем ее рассыпание мы очень не умрем на завтра поэтому из-за этого была выбрана конопля ну конечно не только из-за этого конечно же не только из-за этого есть другие факторы почему мы берем коноплю некоторые скажут у она нестабильная она будет там болтаться на сядет я долго искал нашел коноплю которая не садится тоже от вибрации если будем мы ездить там по бездорожью по русским дорогам которые разбиты и я думаю что здесь проблем с этим не будет во вторых и очень интересно это вес не вот этот кусочек 31 грамм если мы утепляем нашлись прицеп это вообще ни о чем обратно экономим вес у нас конечно общие грузовая способность нашего прицепа 1300 килограмм но все равно мы за этим следим топлива выполним есть еще такая замечательная вещь что когда вы путешествуете по некоторым странам например возьмем швейцария то когда вы заезжаете в страну границы вот на въезде вас встречают весы для машины и например если да служба таможня поставить вашу машину на весы и ваш прицеп на весы и и ваш вес будет больше чем заявлено в ваших документах либо больше чем вес который по нормам страны и куда вы выезжаете да то соответственно у вас будут большие проблемы вам придется заплатить огромный штраф в самом худшем случае вас могут конечно уже вообще не пустить но я еще ни разу не слышала чтобы кого-то не пускали но деньги собираются всех разгружают прицепы оставляют на границе там даже мусорки стоят бывает такое что говорят что вы можете уменьшить если вы какие-то вещи то есть оставьте здесь свой любимый телевизор и можете ехать дальше это реально абсолютно вещи и не хотелось бы на самом деле будет путешествия до попасть в такую ситуацию поэтому мы конечно слезим за весом нашего модуля и стараемся выбирать на и наиболее легкие материалы какие в общем мы можем достать также свойства конопли кто знает этот материал он может принять влажность и он также может отдать этот влажность это влажность не осталось не остается в конопле если вы допустим у нас перепад температуры вы в модуле мы дышим она принимает полностью на себя и потом мы можем также когда солнышко будет светить на наш муту отдавать внутреннюю сторону потому что мы сверху очень него полностью изолировать герметично чтобы туда вода ничего не попадала он будет обратно давать влажность внутрь толщина стены у нас будет 20 миллиметров как я уже сказал из-за этого мы берем на 30 процентов шире этот материал потому что у него будем слегка выпрессовывать так что мы столкнулись с проблемой огромный что этот материал не просто режет и себя берут ножницы продавить не могу него он не режется что-то плант нападывается ножницы я даже купил себе нужны все могу потом показать интересно может так с кухни ножек очень жена мясо режет по чисто невозможно его прорезать а если его прорезаю вот такие интересно в этот момент у нас прицепом полукруглый я может быть и прямые линии еще прорезал бы так посидел бы вечером все другое было бы очень-очень плохо также так как мы увидели эту проблему долго не спали решали и у нас идея думаю интересно и получится потому что мы же недавно купили пилу как вы помните да и в общем я как человек который любит использовать вещи по максимуму раз уж мы за них заплатили деньги я сказала чтобы не попробовать пилу то и она режет как по маслу вот поверьте мне вот как она будет завода отрезана так же у нас получается и даже можем вырезать на теперь и круги и круги каждый изгиб нашего прицепа в общем у нас очень хорошо получается пойдем порежем ну что же друзья момент истины как говорится утепление посмотрите какой у нас барашек нарезали мы нашу замечательную коноплю как вы могли заметить и теперь вот укладываем ее так аккуратненько заранее прорезанные пазы для утепления и вот так все чудесно у нас тут зашло как вы видите утепление у нас занимает достаточно большой объем нашего прицепа но это сделано для того чтобы как мы уже не раз говорили конденсат не скапливался и мы не отморозили себе кое-какие части тела вот поэтому получился такой мягкий прикольный чудесный барашек сейчас мы дальше будем заниматься проводкой и в пазы которые заранее прорезали для проводки будем укладывать провода электронный узел у нас электрический конечно же узел у нас в задней части прицепа находится и мы сейчас туда выведем все провода приклеим их и дальше будем заниматься вообще очень ответственной частью нашего нашей сборки мы будем склеивать наш прицеп то есть склеивать нижнюю часть верхнюю закрывать уже нашу наше утепление и будет уже у нас готовая стена да-да посмотрите сейчас наше утро и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, как вы могли заметить, в общем, положили мы нашу проводку, проложили нашу замечательную изоляцию, и сейчас настал момент истины, будем склеивать стену. Но, должно вам признаться, что, конечно же, за кадром мы попробовали склеить уже одну, вторую, точнее, вторую нашу стену, вчера еще с мужем, и случился у нас небольшой эпик фейл. Собственно, почему мы снимаем сейчас в помещении? Потому что вчера мы пробовали клеить на улице, и клей, на котором написано, что он может работать при 5 градусах, за окном, собственно говоря, ничего нам не склеил. А мы это зимой делаем наш прицеп, чтобы вы понимали, сейчас зима уже наступила, и поэтому нам нужны материалы, которые работают при низких температурах. Но, к сожалению, вот клей, на котором в технических данных было написано, что в 5 градусов он уже все склеит, на самом деле он не сработал. Нам пришлось нашу уже склеенную стену нести домой, и как только мы занесли ее домой, клей начал работать вот просто в эту же секунду. Поэтому, соответственно, мы решили не испытывать судьбу, и вторую часть прицепа склеить уже, находясь в помещении, потому что, в общем, эпические приключения с тем, как мы сначала клеили, обогревали, а потом тащили все это на второй этаж, были просто невозможными. Поэтому сейчас мы будем клеить уже в помещении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас спасибо, что посмотрели наш канал, нам надо бежать к нашим дитям, видите, у нас уже восстание маленьких мультиков началось, потому что мы уже надолго закрылись в комнате, что только снимает. Спасибо большое, что были на нашем канале, возвращайтесь, смотрите. Колокольчики, колокольчики и подписывайтесь, пишите комментарии. Мы будем очень рады. Спасибо, пока. Пока.